Божий, помилуй нас и проверьте себя один раз, проверьте, как вы планируете, чтобы достать. Ну-ка еще раз, Господи Иисусе к десе, Сыне Божий, помилуй нас и покланили тебя. Называется Истовый Поклон. Никак попало. По пыхах говорит Евгений Иисусенко, что в нос, по паху накладывается на себя крестное знамение. Агния, куртку поднимите, куртку поднимите. Батя, нога прямая, не уйди бай мне. Во имя Отца и Сына и Святаго, Духа, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Поем. Царю Небесный, утешителю души и стены, Движи везде, Сын, и вся исполняя сокровища благих. И в жизни подателю приятелися мы, И очисти меня всякие сверны, И спаси, Боже, души наши. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости, беззаконие наши, святые, посети и исцели. Немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Отче наш, иже, и си на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко, на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко, же, и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое, и сарство, и сила, и слава, и веки, аминь. Став после сна, мы преподаем к стопам Твоим благи, и ангельскую песнь Тебе возглашаем сильной. Свят, свят, свят ты, Боже, по молитвам Богородицы, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. С постели от сна ты поднял меня, Господи, умы, просвети и сердце, и откро уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят ты, Боже, по молитвам Богородицы, помилуй нас. И ныне, и пресно, и вовеки веков, аминь. Внезапно придет Судья о деянии, каждого обнаружатся. Так страхи воскликнемте в полночь. Свят, свят, свят ты, Боже, по молитвам Богородицы, помилуй нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. Придите, поклонимся и припадем к Христу, Царю нашему, Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек, по правде Твоей избавь меня, преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня, будь мне каменную твердыню, домом прибежища, чтобы спасти меня, ибо Ты, каменная гора моя и ограда моя, ради имени Твоего води меня и управляй мною, Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты, крепость моя, в Твою руку придаю Дух мой, Ты избавлял меня, Господи, Божией истины, ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю, Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей, и не предал мне в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте, Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, и сохла от горести око мое, душа моя, утроба моя, и стащила с печали жизнь моя, и лета моей в стенаниях, Из немогла от грехов моих сила моя, и кости мои сохли, от всех врагов моих я сделался поношением даже соседей моих, и страшилищем для знакомых моих, Видящие меня на улице бегут от меня, я забыт сердца, как мертвый, и я, как сосуд разбитый, ибо слышу злоречия многих, отсюда ужас, когда не сговариваются против меня, Умышляйте в сторону душу мою, а я на Тебя, Господи, уповаю, я говорю, Ты, мой Бог, в Твоей руке дни мои, избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих, Яви светлое лицо Твое, рабу Твоему, спаси меня милостью Твоею, Господи, да не постыжуй, что я к Тебе взываю, Не честиво же, да посрамятся, да умолкнут в аде, да немеют устал живые, которые против прайдника говорят злое с гордостью и презрением, Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя, и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими, Ты укрываешь под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от привеканий языков, Благословен Господь, что явил мне дивную милость в Своем укрепленном городе, В смятении моем я думал, отвержен я от очей Твоих, но Ты услышал голос молитвы моей, когда я возвал Тебе, Любите Господа, все праведные Его, Господь хранит верных, и поступающим надменного сдает с избытком, Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и притсно, и вовеки веков, аминь, Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже, Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже, Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже, Боже, очисти меня грешного, так как я никогда не делал добро пред Тобою, избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля, дай мне безнаказанно открыть мой недостойный устаю, восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и веки вечные, аминь. Господи, Ты по многой Твоей благости и по великому милосердию Твоему дал мне рабу Твоему в мимолетное время этой ночи провести вне напасти и всяческого зла вражеского. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, достой меня истинным Твоим светом и просвещенным сердцем исполняй Твою волю теперь, всегда, и веки вечные, аминь. Пресвятая Владычица Моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами отгонит меня ничтожного, окаянного раба Твоего, беспечное забвение, неразумие, нерадение, и все скверные, лукавые, хульные помыслы это окаянного моего сердца, это помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, ибо я ничь, и жалок, и избавь меня от многих губительных воспоминаний и помыслов, и от всех злых влияний освободи меня, ибо Ты благословенна от всех родов и славится, многочтимое имя Твое во веки веков, аминь. Святый Ангел, поставь мне блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержность мою, не дай возможности злому демону подчинить меня себе преобладанием этого смертного тела, возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою, и выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, Хранитель и Покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни, если я чем-то грешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом, и молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и садил меня рабом, достойным Своей милости. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, ибо мы усердно к Вам прибегаем скорым помощником и молитвенником о душах наших. Могородица Дева, радуйся, благодатная Мария Господь с Тобою, благословенна Ты в женах и благословенство чрева Твоего, яко спаса, родила и си душ наши. Спаси, Господи, людей Твоих и благослови наследие Твое, победы на врагов, даруй православным христианам и крестом Твоим, сохраняя Твой народ. Спаси, Господи, и помилуй от самого духовного и по святым его молитвам прости мои согрешения. Спаси, Господи, и помилуй святейших вселенских патриархов, пресвященных митрополитов, архиепископов и епископов православных, митрополита Лариона, патриарха Кирилла, Евтихия Максима, Диамида Агафангела, Сергия, весь священнический монашеский чин и весь притчат церковные, которые Ты поставил пости словесное Твое стадо, и по молитвам их помилуй и спаси меня грешного. Спаси, Господи, и помилуй священников протерея Акима Иоанна Павла, Геннадия Михаила, Наума Василия Виталия, Андрея, игумена Никиты Кирилла Амбросия, дары добрых пастырей в стране российской церкви православных, проповедующих Слово Твое по учению отцов в церкви, а не по своим вымыслам. Спаси, Господи, и помилуй дьякону Александру Евгению Михаила, Андрея Андреевича, и отцов в церкви нашей. Всех православных христиан посети милостью Твоею. Сохрани нас в сей день от пожара, от несчастного случая, от лукавых духов, недобрых людей, от всякого рода зла, и душам нашим полезное сотвори. Слава Тебе, Господи, что сохранил всех приезжающих себе места, благослови всех готовящихся к окрещению. Приведи их, Господи, тихим водом крещения, направив пути по стопам Твоим, Господи, чтобы не уклонялись ни вправо, ни влево, но следовали Твоим заповедям святым. Слава Тебе за начало нового дня, которого никогда еще не был на земле, за это дивное летнее утро, за пение птиц, за сияние солнца, за внимание близких и родных нам людей по духу. Слава Тебе, что мы слышим Слово Твое Святое и Вечное и слышим толкование Отцов Церкви. Благодарим Тебя, Господи, за дар прощения, за дар искупления, за дар вечной жизни. Слава Тебе, Боже, во веки. Спаси, Господи, помилуй болящих рабов Твоих, находящихся в печали, в бедах и скорбях, напастьях в плену, в тюрьмах и заключениях, особенно же рабов Твоих. Гони мы за Тебя и за веру православную, безбожными язычниками, отступниками и ретиками. Помяни их, посети, укрепи, утешь и вскоре силой Твоей облегчение свободу и избавление от дару. Спаси, Господи, и помилуй посланных на службу путешествующих отцов и братьев наших и всех православных христиан. Пролей, Господи, милость Твою на нас и на детей наших. Даруй детям страха Твоего, веры и послушания. Любви к Тебе и ближним. Помоги, Господи, развить свои таланты, послужить Тебе и ближним. Даруй желание трудиться, добуй всего славы имени Твоего Святого. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Обрати, Господи, к вере истинной, родных и близких наших, которые не знают Тебя. Обрати, Господи, правители Владимира, Дмитрия, Барака, Ангелину, Франсуа, Александра, Сергия, Рамзана, Александра, Виктора, Михаила, Петра, Арсения и других правителей стран мира сего. Вложи в сердца правителей мирные и добрые намерения, утиши войны, примири враждующих на Украине, в Сирии, в Палестине и в других частях мира. Научи нас, Господи, ценить это тихое мирное время. Отступивших от православной веры, ослепленных губительными ересями, светом Твоего познания просвети, к Святой Твоей Апостольской и Соборной Церкви причти, отступникам дару покаяния. Избави, Господи, от пьянства Павла, Игоря, Евгения, Николая, Николая, Андрея, Константина, Михаила Александрова, Владимирова. Приведи их к покаянию. Благослови всех, готовишься к окрещению. Даруем, Господи, этим душам подойти с благоговением всему таинству и с исследованием своей жизни. Ибо Ты сам сказал через апостола Павла исследуйте самих себя. Верили Вы. Помоги, Господи. Помяни, Господи, души усопших рабов Твоих, всех православных христиан. Каждый перечисляйте усопших братьев, сестер, которые ушли верить и с покаянием и жизнью сей. Прости все согрешения, вольные и невольные, даруем царствие и причастие вечных Твоих благ и наслаждение Твоей бесконечной и блаженной жизни. Поем. Достойно есть и окова истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога снова рожую, сущую Богородицу величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, по молитвам Пречистой Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Пресвятая Троица, Божий наш, слава Тебе. Пресвятая Богородица, спаси нас. Святый Ангел-Хранитель мой, моли Бога о мне грешном. Святый Пророк Иоанн Предтеча, моли Бога о нас. Святитель Христов, Никола Мерлитийский, чудотворец, моли Бога о нас. Господи, слава Тебе за дивных своих святых, которые слышат наши молитвы о людях и о животных. Аллилуйя. Все святые, молите Бога о нас. Святые апостолы, пророки, правоцы, силы бесплотные, предстоящие, служащие пред Богом. Молите Бога о нас. Святые великомученики, великомученики, мученики, мученики, новомученики, исповедники, российские, святые преподобные, богоносные отцы, пастыри, учителя Вселенной Церкви, молите Бога о нас. Святые в земле русской просиявшие, проповедники Слова Божия, переводчики Священного Писания, все святые в земле русской просиявшие, молите Бога о нас. Святые жены и девы, молите Бога о нас. Дару Господи молчание, послушание женам и девам. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше. Слава Тебе. Прими, Господи, все моления наши, воздеяние рук, как жертву, пред престолом благодати Твоей. И соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе, на земле. И услыши молитвы тех, кто молится нас во благо нам. И прими наши молитвы, о всех заповедавших молиться они. Да будет все по воле Твоей святой. Аминь. Говори, Господи, слушает и слышит рад Твой. Аминь. Доброе утро. Евангелие, единственный отвес. Установимся сюда дальше тоже. Пошел. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Марка, 7 глава, с 24 по 30 стихи. И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские. И, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Ибо услышал о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом. И, придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом Сира Феникиянка. И просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей, дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала ему в ответ, так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей. И сказал ей, за это слово пойди. Бес вышел из твоей дочери. И, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Толкование блаженного Теофилакта. Господь не тотчас соглашается на ее просьбу, но отсрочивает дар, дабы показать, что вера жены тверда, и что она терпеливо ждет, несмотря на отказ. Видите, терпеливо ждет. У нас часто не хватает терпения. Помолились, но нет помощи. Все, все, ничего, руки опускаются. Терпеливо нужно ждать. Терпением написано вашим, спасайте души ваши. Удивительно эта женщина. Она могла бы обидеться. Могла или нет? Да. Вполне. Как ответил Господь. Как-то кажется грубо, но что это так ответил-то? Часто люди ищут такой, ну, изысканности, что ли, в словах, чтобы тихо, мирно было, не грубо. Чуть повышенный голос уже, ой, как он говорит, грубо. Посмотрите, сколько здесь примеров. Как Иоанн Претеча. Глаз вопиющего в пустыне. Порождение Ехидины. Вот это да, вот это он их назвал. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния. Так это же набожным людям говорил. И Господь тоже говорит, лицемеры парисеям. И тут так еще сказал, что, наверное, больше половины людей подумали, да что это такое? Так отвечает. Ну вот, женщина эта была смиренная. И если перенести на наше время. Дочь моя, говорит, беснуется. Сколько у нас детей, которые беснуются? В России, да вообще в мире. Какое беснование всеобщее? Интернет, можно сказать, беснование идет. Компьютерные игры. Нужно, чтобы родители подражали вот этой вот женщине. Господу преподали. И в слезах и покаянии просили Господу, умоляли. Исцели Господи. Все же идет, где корень-то? От родителей. Говорят, воспитывать детей. Да надо нас сначала, взрослых, воспитать. Родители. В христианстве, в православии. Потому что, как правило, не знают, что такое православная вера. Вот Господь позволил через наставников наших, Игната Тихоновича, открыть это многим. Просто, я помню, ходил в церковь, как свечку поставить, как просто вот так поклониться. Ну, вот стоял. Там на славянском что-то где-то уловил. Многие же слова там, ну, как они похожи на русские. Понятно. Немножко. А остальное ничего о Христе-то не слышали. И потом Господь открывает. Так есть Слово Божие, Библия. Бог Пресвятая Троица. Христос умер за меня. Какая радостная благая весть. Почему называется благой? Не играй пальчиками внимательно, слушай. Поднимите голову, слушайте внимательно. Благая радостная весть. Освобождение от грехов. Теперь есть возможность в рай войти. Мы созданы не для ада, мы созданы для рая. Ну вот, грехопадение произошло, и мы рождаемся уже с грехом первородным. В крещении все это омывается. Благая весть достигла сердца. И оно ликует, если оно искало Господа. Написано, ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. А Он близко. Посмотрите на небо. Мы на звезды с вами недавно вставали, смотрели. Все это его великая книга природы. И каждую страничку открывай, изучай, каков велик создатель, творец. Как созданы мы. Вот в восьмом классе изучается человек. Ну у нас в школе, может у кого-то другая программа. Обычно восьмой класс. Удивительно, какие органы, какие ткани, как все это работает, функционирует. И все это Божья рука на нас. И вот это беснование всеобщее детей. Дочь моя беснуется. У кого-то дочь на танцплощадках, у кого-то в компьютерные игры играет. Ну так же и сын. Это же беснование. И дальше что происходит? Научимся и мы, говорит блаженный Феофилак, не оставлять тотчас молитвы, когда не получаем немедленно просимого, но терпеливо продолжать молитву до тех пор, пока получим то, чего просим. Терпеливо. Святитель Иоанн Златоуст о молитве много говорит. И вот почему Господь не сразу отвечает тем, кто просит. Просит и бывает так, что от сердца, но нет ответа. И одна из причин, говорит святитель, что чтобы мы научились терпению, не тотчас. Вот получили, а бывает свойство человека такое, что вот получил и все, и забывает своего благодетеля. Даже среди людей это кто-то что-то дал, какую-то милость у него, все, забыл того человека, хорошо же мне, все. Так Господь знает это и не дает, как чадам неразумным. Много причин еще есть, чтобы мы обращались к Создателю, к Любящему, и Он не сразу нам дает. То есть терпению надо учиться, непрестанной молитве, благодарению. Если не благодарим Бога, Господь наперед это знает. А зачем давать, если мы неблагодарные? Господь называет язычников псами, так как они почитались у иудеев нечистыми. Хлебом называет Он благодеяние, назначенное Богом для детей, то есть для евреев. Посему и говорит, что язычникам не следует участвовать в благодеянии, которые назначены для иудеев. Так как жена отвечала разумно и с верой, то получила просимое. Вот научитесь, женский пол, как нужно отвечать, как себя нужно вести. Это и к мужскому, конечно, относится, но прежде всего к женщинам. Когда читаешь статистика разводов и какие причины, это исследуют неверующие атеисты. Одна из причин, женщина не умеет молчать. Вот и все. И нам это хороший урок. Сто процентов доходят разводы в некоторых регионах. Вот Новосибирск и другие. Я читал об этом. Молчать молчится. Так неправильно он говорит. А ты помолчи. Открей свою Русонату, посмотрите. Какая трагедия. Он убил свою жену. По Льва Толстого. Это полезный фильм. Там не только тема разводов. Это еще конец 19-го, начало 20-го века. Но и другие темы. Влияние музыки на человека. Как это все происходит. А сейчас это очень мощное влияние. Один из видов беснования слушает музыку антихристианскую. Это тоже беснование. Так она же, дочь, нормально себя ведет. Учится на пятерке. Бывает такое. Ну и что? А все равно бесноватый человек. Беснование обязательно, что он на земле валяется. Так как жена отвечала разумно и с верою, то получила просимое. Иудей говорит, она имеет хлеб. То есть всего тебя, тебя с большой буквы, шедшего с небес. И твои благодеяния. Я прошу крупиц. То есть малой доли твоих благодеяний. Будучи грешниками, мы именуемся псами, полными нечистот. Почему? И недостойны бываем принять хлеб Божий. То есть причаститься при чистых таях. Но ежели мы в смирении сознаем, что мы псы. Ежели исповедуемся и откроем грехи свои. То есть целится дочь наша. То есть бесовские дела. То есть другое толкование. Дочь наша. То есть можно сказать душа наша. Душа моя больна. Помоги Господи. Тоже беснуется. Тоже можно в молитве так. Как бы к себе это относить. И вот крупным выделено. Причаститься при чистых таях. А хлеб Божий это Господь, сшедший с небес. Я есмь хлеб жизни, говорит Господь. Вот эти крупицы. Крупицы Духа Святого. Вам нужно получить при крещении. Нужно иметь веру. Чтобы состоялось это. Таинство совершилось. Нужно иметь веру. Спасительную веру. Евангельскую. Не просто, как говорят люди. Я знаю, что-то есть. Ну и верю, что Христос. Хороший человек, как некоторые говорят. Это вера не спасительная. Евангельская. Христос Сын Божий. Шедший на землю, чтобы меня найти, потерянную овцу. Он взял мои грехи и был распят. И страдал за мои грехи. И воскрес на третий день по Писанию. Он мой Спаситель. Мой Искупитель. Душа моя ищет Его. Слезно желает встречи с Ним. А не просто так что-то там батюшка совершит. Даже троекратное погружение, но без веры это не принесет пользы. То есть говорят, был сухой грешник, стал мокрый. Поэтому нужна вера евангельская. Богу нашему слава во веки веков. Аминь, аминь. Доброе утро! Что, сейчас робить? Третий ли благополучно? Слава Христу! Я беспокоился. А дробить сейчас? Сказал поставить будильник, а два-три. Два поставили, по Вашим словам. Помолились. Ну что, до завтрака какие у Вас планы? Хобичка. Планы какие до завтрака? Попилить дрова с репетишками. Так, кто приехал в первый день, наденьте головную уборку, теперь можно надеть. С уставом ознакомиться. У нас маленько график меняется для приезжих. Кто приехал ночью, они могут отдыхать дольше. Вместе не вставать. Если даже вы встали сейчас, и есть желание отдохнуть еще, можете до завтрака поспать. Если желание у Вас есть. Они братья, сестра, сестру видели, как они спать будут. Вот эти дни у нас кое-что меняются. В пятницу у нас обычный костер картошка. Но у нас люди пребывают ночью сегодня еще и завтра. Поэтому передвигаем костер на завтрашний день. Сегодня же пятница. На субботу. Субботу после богослужения. В это время у нас на послушании будет Никита. Ну и один-два из молодых людей будут помогать ему костер готовить. Там надо еще посмотреть, проверить, что достаточно нет. Хотели отвезти толстые бревна, которые сгнили внизу. У нас называется как подиум. По-гречески. Все вместе называется там большая яма. Это вигуам. Но люди приучаются к этому. В пятницу у нас в бане. Приезжим мы не предлагаем. Вам надобности в этом нет никакой. Вы приехали и уехали. А если кто-то приехал и остается дольше здесь. Вот вопрос другой. Если у вас есть желание, кроме того, что купаться, попасть в баню. Попасть в баню к нам непросто. И причина определенная. Детский лагерь. Нас тут накрыли однажды. Одна пришла. Все проверено вроде бы. Оказалось, у нее грибок на ногах. Тут все прожаривали, скоблили. Но Бог миловал. Нам зачем эту беду нужно? У меня дети. 44-й год. Ни одного заражения. Ни одного отравления. Ни одной потери. Ни одного повреждения. Это что-то стоит. А только читаем газеты. Вот по радио, везде только и передают. 96 ребятишек под капельницами. Азовское море. Шестеро утонули вместе с воспитателем пьяным. Тут такое, как говорится, шмон по всей стране. Ясное дело, дети гибнут. А у нас другое дело. Комиссия едет. Прокурор края указание дал. Проверка-то от президента вышла. Указание. Доехали до сельсовета. Но мы тут заняли оборону. Как всегда. Молитвой. А оказалось, дошли они до председательства совета. И тут успокоил. Милиция там и говорит, туда ехать не надо. Там обедками не кормят. Мы на контроле это все держим. То есть они бывают. Приветили их. И замечаний никаких. Вообще никаких. 99-й год для нас был самый такой шебутной. За два месяца 15 краевых комиссий. Мы не успели ворота открывать. Впоследствии кончилось ФСБ, уже приехало. И кончилось чем? Три уголовных дела возникли против меня. Уголовное дело краевой прокуратуры, это не игрушка, если кто-то там был. Кончилось полным крахом. В осенью я приехал. Есть такое слово, сатисфакция. Требование возмездия, возмещения, извинения. Но они уперлись. Самое пакостное это московский комсомолец на Алтае. Головное в Москве, зарегистрировались в Горном Алтае, Горноалтайский. Вообще не взять никак. Мы посоветовались, у нас хорошие юристы. Мы расколупали, вытащили их на арену. А тут началось совершенно непонятное явление, которое на сегодняшний день никто не объяснит. Мы-то верили в Бога. Мы молились. 15-я комиссия приехала 2 августа, день пророка Ильи. И теперь у нас этот день, день лагеря, особые молитвы. В этот день вывешиваем российский флаг, песнопение. А лагерь вот здесь вот вывешивается. Видите, рядом, пониже креста, тут крест большой, вот эта башня где-то. Официально. Лагерь был зарегистрирован в Краевом отделе юстиции. Ну и подав в суд, все три процесса выиграл. Решение. Дать публикацию, что подрыв деловой репутации, оскорбление личности, они не останавливались ни перед чем. Там, видимо, задействована была еврейская организация ВНСР, профессура, сектанты, местная ГТРК. Там, когда до конца разобрали, там неизвестно кто нацеплялся. В лагерь Лапкина прихлопнули статья. Наконец-то добрались до этого там сектанта проще. За каждое слово ответить пришлось. Заплатить деньги. И вдруг началось, самый лучший из них, журналист, который писал, был найден убитым. На сегодняшний день непонятно, как мог отказаться в том месте, которое все это передачи, фильм составили. Приезжали здесь комиссия. КПРФ задействована была. Первый секретарь райкома партии. Еще только у них тут не было. Всех разгромил Господь. Так Краевая прокуратура просто мне руки жали, говорит, никогда у нас этого не было. И что такое? Те, которые вставили, с работы уволили. А там такие знатные были, журналисты. Разогнали все, нигде никого нету. Ну, конечно, сыграло большую роль то, что у меня очень близкие дружеские отношения с прокурором Края, генерал-лейтенант. Краевой судья, это близкие которые. Губернатор, мэр города. Те, которые помогали. Директора заводов. Там в защиту стали писать. Есть газета такая, российская газета, путинская. Учредитель российского правительства. И там одна прихожанка, а она прихожанка около храма Христа Спасителя на Берсеневке. Отец Кирилл Игумен Сахаров. А там наши материалы. Они прекрасную большую статью на развороте прям напечатали в этой газете. Сразу первый зам губернатора приехал. А прислал зам губернатора, еврей. Шойхет Наум Нахманович. Не Наум, а Нахман сказал, да. Вот. А он мне делал операцию. У меня прекрасное с ним отношение. Как раз в это время я сильно недомогал. У меня три грыжи позвоночные. Я на стройке работал. Но она защемила. И меня не встать, ничего нет. Я хоть на коляске катали. И он вызвался какую-то там платиновую прокладку сделать. Короче, все. Остановилось. И попятилось. Давили через СЭС. Мы не соответствуем санитарным нормам. Не соответствуем. А как? В туалетах должна быть плитка без всяких узоров. А у нас сортир обыкновенный. По нормам должна быть проточная вода. А у нас колодец не проточный. То есть это такой дуралом. Писал это все. Но у нас зарегистрировано в краевом отделе юстиции лагерь был. Как лагерь Стан. Это Бог сделал так. В то время я еще до конца не мог проглядеть, что за этим. И дальше объяснение вывешено. Мы это все уже в краевом отделе юстиции. Тут можно прочитать. Стан это передвижное, когда шел Израиль. И на них не распространяются ни туристические, никакие нормы. Из-за этого теперь усхватились. И к нам нельзя применить нормы. Пожарные были. Вот дерево рядом. Это громотвод надо ставить. То есть нельзя придумать, что они только здесь не делали. Отходы отдельную яму. Выкопали яму. Загородили. Отходов нету. Кожурки какие там. Деревня берет. Остальное сжигаем. Отходов-то нету. По нормам положено. Вода проточная. Ну нет проточной воды. А вы бачок поднимитесь вверху в кухню. Там два метра, чтобы протекала. Мы напишем. Я говорю, в дурдоме проверяться надо. Вот сидят за столом. Видите, какие столы. Нетесанные доски там. Нетесанные. Нестроганные. Я говорю, клеенка. Опровергающие через суд. Они приехали. У них уже напечатано. Они там сговорились. Вся эта коммунистическая, как говорится, кодла. Со освещения-то у нас, вон, видите, какая ртутная лампа. Посмотрите. На столбе, вам видать. Там до самого костра все освещают. Опровергающие через суд. И российская газета это все ахнула. Начался, говорит, шабашки чистой силы. Против единственного в стране лагеря. Я статью эту могу дать, почитать-то. Ну и они начали расследование. Чьи фотографии. Кто сообщал? Ну, краевая администрация ее захватили. Как-то за хобот потянули. Ну, фотографировал один из самых известных художников, который был. Фотохудожник. Фотограф. И вот, когда в эти снимки делали в лагерь, я еще делал. Ну, они шли с поезда, я сфотографировал. Бог дал такую защиту. Последний приехал заместитель краевого прокурора. И мы его даже не запустили сюда. Он стоял там, облокотившись. А мы в это время обедали. Я не стал их не приглашать, ничего. А потом, когда приехал, ну как вы, мы можем написать, отчете дать, что лагерь разъехался. Нельзя, мы сидим за столом. Им надо дать отчет, что они добились победы. А приехали, а лагерь как действовал, так и действует. Ничего нет. Исследования какие. Кандидат медицинских наук. Каждого ребенка, девочку отдельно. Мальчики спят с девочками вместе. А разобрались. Спят в отдельной, отдельной. И даже там мальчик не имеет права проходить. Спят на лещевых мешках. А сколько ребятишек? Тогда было, ну, 80, допустим. А подушек 120. Это на суде стали выявлять. А вы хоть раз видели, да какие это помещения, это курятники. Я написал стихотворение, это гимн лагеря сейчас есть. Детей-то, как там, Виктор Николаевич? Келли, они называют курятниками. Детишек, мол, всех здесь заморили постом. За лето 15 комиссия, они о нас брякнули. Все это аукнется громко. Но потом мы сняли тоже все это, когда были они, мы все снимали здесь. Но я приехал, и прокурора спрашиваю, Юрий Петрович, ваш зам тут был, я его не пустил. Он что вам говорил? Он сказал, там такая строгая дисциплина, нас даже не запустили. Я говорю, так вели бы себя нормально, чего же не запустить-то? Мы содействуем тем, кто приезжает, но вы делать это не так, как положено. А дети стояли все по крышам, вон где крыши-то, видите, плоские почти. И стояли, и скандировали, не заходите, не заходите. Ну наши пришли, это деревенские. Васина мама приехала сейчас в Грецию, она все это снимала. Милиция здесь, батюшка пришел и говорит, ты должность свою потеряешь, ты с кем связался, залез в машину. Говорит, нет, да вы что, да он залез в машину, больше не вылез даже. Полный, абсолютный разгром дал Бог. И статьи оповестили с ГТРК, приехал там зам один, Масолов. Вот, вы отзовите свое, ГТРК, это, ну, радио, телевидение. Мы хороший, а вас фильм поставим. Я говорю, хороший вы, в лагере не было, уже хороший фильм. Что ты можешь ставить, когда ты его в глаза не видел? Нам не надо хороший. В первую очередь, напишите правду. Я ничего, кроме правды, не хочу. Конечно, они ничего не написали, и я не отозвал. Большая была в них обида. Всю программу сломали, телевидение. Я говорю, ну, вы можете и делать вечернее. Нас никто не спрашивает. Нам уже суд назначил время, когда когда-то там, когда судебный исполнитель начал требовать из них. А Москва уперлась платить за оскорбление, там, что суд присудил. Не платят. Я написал прокуратуру Москвы, их мгновенно оштрафовали. Штраф, кажется, раз в 10 больше того, что мне положено. И дальше конфискация имущества редакции. Они мгновенно выплатили. То есть существует правило, и надо их придерживаться. Российский закон, и на него надо все-таки смотреть не одним глазом. Мы его нигде не нарушили. Но остальное во славу Божию. Это я коротко вам сказать, что у нас здесь есть. Это мы отстояли большими-большими, говорится, страданиями. Но все это вылилось в радость. Так сделал Господь. И вот мы встречаем гостей. Это не последнее. Звонили, может, сегодня или завтра поедут. Рио Новость, это Российское информационное агентство. Он был здесь, фотограф. И снимки очень далеко идут. Вот которые фотографы приезжают, что интересно. Всегда занимают первые места. Это уж Бог так делает. Обыкновенные снимки, кажется, ничего нет. Просто ничего нет. И вот этот Павел Федорович был, такой тоже известный фотограф. И сфотографировал, что у нас на визитке вот это есть. Батюшка в воду сходит, но действительно не составишь картину. И подходят, одетые по форме. И опускаются где-то. Ну и сдали брошюру о крещении. Патриархии. По благословению патриарха Алексея II. Игумен Игнатий Душиинов. Игнатий тоже. Ну и продают не где-то в клочках, откуда вот сестра наша Нина Александровна. А священник там, ну совершенно вот неграмотный. Но злобой переполняется, говорит, на 10 лет вперед. Это секта, это там то, другое, там все это вывешивает объявления против нас. А ему кто-то говорит, а брошюрки-то продаешь-то, это же снимок-то. Потеряевка. Потеряевка. Он мгновенно все брошюрки смел с прилавка. То есть, есть такой, был такой святой Исидор Пелусиот. Он говорит, предвзятость не дает здравого мышления. А злоба вообще отнимает разум. Бойтесь этого. Что такое предвзятость? То есть, заранее настроены против кого-то. Мудрость свыше, якобы говорит, она полна добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Беспристрастия. То есть, настрой тебе дали. Ну, я так вот. Теперь никак, я сам узнаю, посмотрю. Вот мне только что звонок поступил. Там вот человек, я считал, там-то вот нужно, как видно, подтравливать. Выступить вам надо. Ну, прочитаю статью, узнаю, где он живет, что у него есть. Ну, и так дальше по частям посмотрю. Зачем же втягивать на тропу войну кого-то? А может, вам надо отступить вовремя? Лучше мир, говорит, плохой мир лучше хорошей войны. Не всегда так. Но все-таки надо прислушиваться даже к таким пословицам. Вот вас не было. Мы вас помнили. Я ему 20, почти в полночь я встал. Ну, так уже расписание. Ох, не уснул ли мой брат Виктор. А сейчас еду, гляжу, наша белая лебедушка стоит, думаю, встретил. А куда я их помещу? Ну, куда сзади кузов, куда ночью, кто тебя там видит? Сестры там на колени друг к другу сядут. Мы с радостью встречаем. Сейчас будет утренняя у нас на завтрак молитва. Вам придется всем выйти перед народом, сказать кто, чтобы вас все знали. Потом отдать документы, чтобы зафиксировали книгу посещений и лагерную. Виктор Николаевич запишет. У нас приехал епископ и точно так же с паспортом документы. Это наши правила. Ну, а остальное мы расскажем. Как у нас за столом, какой дресс-код, форма одежды. Кому-то приехала мама? Ко мне? Как тебе? Да. Ну, это не против, что я маме расскажу всю биографию. Нет. Нет. Мама, подойди сюда. Вы почти все. Ну, зови вот того. Смотри, он там. Уже надо. Андрей! Изъясняю. Иди ка, Андрюша, туда. Андрей, с вами, мастер. Так. Нам удобно, мы так стоим все вместе-то. А на завтраке еще скажу. Мне хочется, главное, разгрузку сделать, чтобы мама знала. Потом вы будете принимать вот такого. Вы только сегодня не торопитесь. Подходите. Вы когда на обратно думаете? Я не знаю. Что? Не знают. Я не знаю. Не знаете. Но не раньше, как в воскресенье после обеда. А если в понедельник, то у нас в понедельник пойдет туда рано утром машина, и бесплатно могут отвезти. Если во вторник, значит, это сколько там? 320-340 рублей, как железнодорожные билеты, так же с машиной молочники идут. Вы увидите то, чего больше нигде не увидите. Здесь будет крещение по всем канонам Святой Православной Церкви. Как люди подготавливаются. Вот сегодня у нас будет экзаменовка. Всех, независимо от вашего звания. У нас приезжали тут протеереи, архимандриты, принимали крещение, уезжали, служили. И начинают. Ну, другие, которые еще внутренний дух Божий не коснулся. Ну, я же прищищался, а как теперь всем через рта прищастие вытаскивать или что? Это никакое не связано только с тем, что сердце твое прониклось правдой. Ты желаешь выполнить правду. Такое, я хочу... Ну, тебе не надо креститься. А Христу надо было креститься? Ну, маленько перекинь. Тебе ли от меня креститься? Совершить всякую правду. И все закончилось. Никаких пояснений не дает Господь. Какую правду? Вот тысячелетия будут люди смотреть. Златоуст объясняет. Ефрем Сирин добавляет. И следующее друг за другом. И Серафим Саровский еще больше открывает. Да открывает то, что никому как будто и Златоуст не знал даже. Одной фразой поставил все на место. Ну, вот коротко-коротко сказать смысл жизни. В чем жизнь? Ну, люди придумали. Дом построить, сына родить, там еще что. Чужую жену к рукам прибрать, там еще не написали только. А на самом деле стяжание Духа Святого. Три слова. А вот теперь расшифрую их. Я объясняю просто. Два момента в жизни человека наиглавнейшие, без которых ты не увидишь Царствие Божие. Рождение свыше. И водительство Духом Святым. Кто Духа Христового не имеет, тот и не его. Вот в этом все. А теперь давай живи по этому. А теперь узнавай. Теперь каждый день сравнивай. Это как богатому человеку, если наказ бы дал отец. Пока миллиардером не будешь, пока не будет хата, то другое, не женишься. Он приехал туда мне и говорит, папа мне поставил такое условие. А папа всю жизнь в КГБ проработал. Ну тогда деньги были другие еще, недоминированные. Или наоборот. А кончилось чем? Кончилось тем, что работать негде. Ну и женился сыном. Без этого. Квартиру все ремонтируют. Нужно научиться мыслить категориями священного писания. Ни на сегодняшний, ни на завтрашний день тебя не хватит, грамоты твоей. Специально в университете есть факультет политологии. То есть они пытаются прогнозировать события. Самые умные политологи сегодня сбиты с толку. События с такой стремительностью меняются. Предсказания не сбываются. Никакая ванга, ни глоба, никто не поможет. Ну а как-то же надо знать. Надо знать. Христос придет. Вот к этому готовится. Все. Конечный пункт. А это промежуточное. Отдельными фрагментами Бог указал нам в священном писании. Как это будет развиваться. Тебя это не касается. Мировые события ты не изменишь. Игнатий Бричинов говорит, и не покусись немощной рукой остановить это. Тебя просто сметет. Ну вот в силах, вот он лагерь, мы это постараемся сделать. И вы увидите это крещение. Когда люди готовились. Когда сегодня всем будет поставлен вопрос. Как сладостно в зрелом возрасте прийти к окрещению. Я просто некоторые моменты хотел сказать. В моей жизни было такое. Я много лет проповедовал у баптистов. Где бы ни приезжал, они представляли меня православный проповедник. Эта вещь неслыханная была. Но их очень сильно трогало. И вдруг заметили. Начался отток. Единственное место, где в обратном направлении. Не от православных наполнять баптистов, а из баптистов. Собрали они там своим. У всех бы называется, как патриархия. Всесоюзный совет евангельских христиан баптистов. И вынесли решение, свою энциклику разослали нигде. И мне слова больше не давать. Они дали один раз в самом центре. И сразу 5 или 7 человек пришло. Как это может быть? Ничего я не знаю. Я просто возвестил истину. Вы не церковь. Вы очень хорошие. Вы лучше нас. По всем параметрам баптисты лучше нас. Но у них нет главного, нет священства. Я священников когда спрашиваю, что самое ценное в православии, они не знают. Я говорю, вы. Но так как самое ценное сделалось негодным, золото заменено трухлявым деревом, мы самый большой позор терпим из-за вас. Вы крестить не хотите. Пираты захватили корабль. Мой любимый пророк Иеремия и Михей, ему долбил там секретарь репархии, как все говорят, ты скажи так же, победа будет. Скажу, что Бог скажет. И у меня стихотворение есть. Что скажет Бог, то из реку и я. Заученная фраза у Михея. К такому в рот не заползет змея, не нанесет он в уши ахинею. И Виктор положил на музыку и поет. По ноге лежат чуть-чуть с наклоном. О том, как изменников, если жена под подозрение попала, 15 глава чисел, то и священник ее в храме берет с полу, там тысячу людей идут с земли, всыпают в сосуд, пей. И ложа у нее если вспухнет, прерыводейка доказана. Так и ахнешь, да неужели это может быть? Как она может по-другому не заразиться там? Грязи, пыли взять, развести в грязь, дать напить, да какое ложа не вспухнет? Дерево вспухнет, не только женская луна. Ведь Бог сделал, что не вспухает. А больше никак нельзя было исследовать. Никакой генетики не было, ничего не было. Я это применил, измена в церкви, священники. Михеев поет их, у них вспухает луна. Вы видите, легион жеребцов, что они делают, епископы, священники. Полное отступление, о чем предсказал Серафим Саровский. И на это смотреть не надо. А как я причащался, как все на своем месте стоит. Ты исполни волю Божию. Совесть тебя не будет мучить. Ты смело можешь тогда говорить о том, что должно вернуться к этому. Купели не было. Я почти 50 лет писал и писал всем архиереям. А сейчас уже и купели начинают строить. Но они зациклились на том, что мочение, обливание. Обливания нет нигде. Обливания вообще нигде нет. Это в выбросе слова. Обливание, это значит, его надо раздеть. И три ведра вылить на него. Минимум три раза его облить. Нет этого. Есть мочение лбов, макушки, головы. Такого вообще нигде нет. Нет. Но это даже намека нет. Даже мизерного намека нет. Ни в священном писании, ни в канонах, ни в святых отцов. Совершенно все католичное. И мы стали об этом говорить. А сегодня обстановка может измениться. А что самое ценное в православии? Священство. А у священства что самое ценное? Священники сидят. Группа. Архиереи не могут ответить простые вопросы. Как мы дошли до этого? Не могут ответить. Я говорю, вы самое ценное. Потому что где нет архиерея, нет священства. Нет священства, нет литургии. Нет таинства. Без этого не спастись. Что тут непонятно? А там прямой строкой написано, Евангелие 5, 6 глава. Тут ничего не надо придумывать даже. Тут в окрестностях все это беспоповство живет. Как к ним подойти? Библию не принимают. На Библии не остановишься. Только можно доказывать по их книгам. То есть везде тебе не начат и край, распахи на вину, работай. Но ты можешь говорить и примут только то, во что ты искренне веришь и сам исполнил. Я в этом убедился. Иначе слово бесплодное. Вера-то трех сортов бывает. Живая, мертвая и бесовская. И выступает Дмитрий Смирнов, очень известный человек по силовым структурам у патриарха, как говорит правая рука. И прямо говорит, у нас у православных какая вера? Минуя первые две, прямо говорим, бесовская вера. И дальше сравнивает и показывает примерами, что мусульмане ближе ко Христу, чем наши верующие. Я думаю, что ты до конца не договариваешь. А то ты их такими сделал. Самый главный вопрос. Почему этот человек, который безжалостный, бесчестный, если он переходит к мусульманам, он делается другим в течение одного дня? Я крестил 20 лет. И кого я крестил? Мальчики в кого превратились? А девочки в кого? В Б, как сказано. Вот с кем его наполнили. И он это понимает. Он это говорит не где-то, а в храме проповедь. Может, слышали, кто он говорит? Ну вот, сестра одна ко мне подходит и говорит, батюшка, у меня вопрос к вам. Я подумал, говорю, давай, вот так махну рукой, давай, как вот собачий серж, шариков, открывай туалет, вода хлынет. Такой вопрос зададут, не знаю, что ответить. Она говорит, вот я когда еду в храм, стою на остановке, подниму руку, а за таксистом оказался мусульманин. Я доезжаю рассчитать, он говорит, да ты что, ты мать мне, ты едешь молиться Богу, как же я могу с тебя взять? Ну, если русский, он возьмет с меня деньги, это моя работа. Да ты бы, говорит, узнал, куда она идет. Да заплатил бы за нее, может, за электричество, да помог ей эти сумки-то затащить туда. Да, и вывод мусульмане ближе ко Христу. Я подтверждаю, это действительно так. Мы встречались много с мусульманами. Шесть мусульманских республик, 1600 километров по Турции проехали. И во Франции встречали с мусульманами. Но у них даже узким нельзя сказать мышление. А просто однажды, говорится, кувалду ударили, отпечаток сделали, вот и поклоняйся. Чтобы развод сделать у православного, просто это невозможно. Даже если она изменяет жена, и то Василий Великий говорит, можно. Христос сказал, можно, но совета мы не даем. Лучше бы тебя сохранить. То есть, ты имеешь право, но лучше не воспользуйся им. А мусульманин как? У него дувал, стена там стоит. А жена не угодила. Развожусь. Маленько еще, а сосед слышит. Развожусь три раза, крикнул сосед. Я слышал, все. Она не имеет права в дом войти. Все, что на ней есть, это твое за дверь. Единственное, что тебя задержит, если ты беременная. Родишь сына, до двух лет воспитаешь, его оставишь и теперь выходи. Вот почему она обвешана, говорит, разными побрякушками, украшениями. Потому что взять она уже ничего не может. Но мыслим мы ли это. А чтобы вернуться назад к мужу, нельзя. Сначала прокладку сделай. А какой? Выйди за кого-то замуж, принеси разводной, и тогда зайдешь. Один сидел с женой. Ну и по интернету решили поговорить. Она находится в соседних комнатах. Как интересно. Я разложусь. Он сказал. Засмеялись оба. Кто-то зафиксировал. В суд подали. Развели. Развели. Она не может вернуться, плачет. Да мы любим друг друга. Никак. Сначала прокладка. Сначала выйди где-то замуж, хотя бы на день в день. Принеси свидетельство. То есть даже развратом нельзя назвать. Да какое же сравнение с православием? А у нас как про хримия говорит. Если она была у другого, может ли она вернуться? Не может. Иначе бы развратилась вся земля. То есть небо и земля. Я беру о разном говорю. Показать как есть. А как вернуться к истине? Начни с самого себя. Вот необработанная земля. Мы сеяли там, где никто не сеял. Павел говорит об этом. Ну начни сеять. Да кому где, как говорить. И вот я беседую с сектантами. А у них разделение произошло. У меня необычные вещи были в мире. Это город Кызыл, Туинская ССР. Я приехал знакомиться с родителями жены. Мы только познакомились с ней. И в это время выберли меня на баптистов. А у них разделение. Такая вражда идет. Ну одни за то, чтобы от власти отделиться. А другие как патриархия за... Все. И уже не конкордация с властью, а полное подчинение. И сексотничество сплошное идет. И меня пригласили. А они не знают, кто я. Одни считают... Я говорю одну проповедь. Говорю вторую. Одни баптисты считают, что я за них, а другие за этих. И здесь произошло у них примирение. А почему? А то разве нужно? Нужно. Сатана разделяй властвую. А у Бога собирай рассеянных щат воедино. А теперь оттуда новые люди будут приходить. И я ушел, и никто не знал, кто я. Откуда пришел человек? Какое было примирение? Какие у них были слезы? Это все передо мной стоит сегодня. Ну и спроси сейчас там Дворкин или кто-то. Знает ли он такое? Кого? Баптистов мирить? Вы умели это. Мне не надо рассуждать. Я говорил проповедь. Я не мирил, это Бог сделал. А теперь из них выходит один. И кто? Старший пресвитер. То есть по их епископ. Другой делается священником православия. Но его долбят и долбят. У него родились дети. Дети стали дочерью матушками. Теперь все в православии. Тобольская епархия. И они как-то ему говорят. Папа, какой радости ты нас лишил. Вот мы смотрим, когда новые люди приходят, в православие крестятся. Какая красота. Ты нас крестил в детстве. Мы ничего не знали. Мы не отрицаем детское крещение. Мы уже не можем никогда порадоваться вот этому. Когда сознательно приходят. Почему первые христиане были такое мнение при Златоусте, что они до самого смертного часа, как Константин и прочее, откладывали. И поэтому о детском крещении Осипов говорит абсолютно правильно. Прекратить его. И вот опускать только там, где по-настоящему верят. И муж, и жена, и дети будут. Я не люблю это поганое слово воцерковление. А будут приведены ко Христу. Вот это основа основ всего. Вчера я об этом только рассуждал. У православных нет самого главного, самого основного. Понятия о Боге. У меня есть свои наработки. Я до краткости сжимал целые трактаты, написанные до одного предложения. Вот о Боге конкретно сказать. Бог никогда никому ничего не прощает. За так. Для православных нонсенс. Как так? Да я пойду к батюшке, сдам грехи. Я еще раз говорю. Бог никогда никому ничего не прощает. Не потому, что он злой, а потому, что он не может. Это не его свойство. Так Бог все может напрасно. Написано, Бог не может отречься с самого себя. Бог не лжет. Бог верен в Слове Своему. Ты понимаешь, сколько написано? Не, не, не. Чего Бог не может делать. И Он не может прощать. Прощать за так. Почему? Возьмите за грех смерть. Грех есть, должна быть смерть. Ну, может было бы... Ну, что там Ева сорвала? Ну, Адам-то, ну, Господи. Да ребятишки же маленькие. Ну, ничего не понимают. Ну, прости, невозможно. Миллиарды умерли за то, что там было в раю. Вот последствия. В Адаме написано, все умирают. В Адаме. Так разве это справедливо? А вот дальше ты уже не иди. Иначе ты потеряешь все. Неверующий Богу представляет его лживым. Ты Бога кем называешь? По пять назад. Бог сказал, и на этом все. Никогда никому ничего Бог не прощает за так. Вот почему нужен был крест. Нужна заместительная жертва Христа. И теперь, образно сказать так, проливается гнев Божий на грех, а ты можешь спрятаться под распростертые руки Христа. Я спрашивал от сектантов. Написано, чтобы познать превосходящее разумение и любовь к Христу, что такое высота, глубина, широта и долгота, ни разу никто не объяснил. Толкователи, бакмелдеры разные, там каргали, никто не может объяснить. Я не знал это. Прочитал Златоуста, все встало на место. Почему? Ему это дано было. И мне надо сказать четко и ясно, мне это не дано. Но мне дано понять, что я этого не понимаю. Признание вне знания открывает путь к знанию. Православие включает в себя одно из самых важных качеств – смирение, покорность воли Христовой. Не надо доверяться ни канонам, ничего, если это противоречит Священному Писанию. Бог будет судить не по канонам, ни по толкователям канонам, за народом арестит Вальсамон. Будет судить только по Слову Своему. 12.48, Евангелие от Яна. Господь говорит, я не сужу вас. Слово мое, которое я говорю, оно будет судить вас в последний день. А раз оно, я вот прочитал, ну, в течение, допустим, нескольких дней, когда уверовал, 23 года, я понял. Мне надо теперь все приложить к тому, чтобы знать Слово и не нарушить его. Бог рано или поздно меня отзовет с этой земли, что я доживу до возраста 76 лет, у меня и мыслях не было. Я в таких опасностях, на море был. Ну, понятно же, жизнь не такая длинная уже. Теперь я все больше убеждаюсь. До конца жизни дожив, я понял, мне не открыто. И хорошо, что не открыто. Я бы мог не выдержать этого. Считаю Златоуста, сел его конспектировать, Божинов и Пелак, а потом уже постарались, вот считает, с толкованием издали. Вот приехавшие сегодня люди, еще кто-то приедет. Может, после обеда мы начнем небольшое занятие. Подготовку к окрещению, когда будут все. В крещении, когда будут креститься, вы полностью скрывайтесь. Вы не хватайтесь там за перила, за что-то где-то. Крещение, сам факт, акт, когда смотришь, видно, будет из него что-то или нет. Больше вопределить или я не знаю. А можно так глянуть, сначала кого узнать. Да можно, знаешь как. Она и в платье оденется, и в платочек наденет. А потом жизни не рад будешь. А вот поживи с ней, ты увидишь, какая она. Вот будет она креститься, внимательно смотри. Сам факт, акт, крещение, погружение и выныривание из воды. Момент. А откуда это известно? Из истории известно, из нашего места, которое здесь. Вот, ой, ой, я уже знаю, добром это не кончится. Она как бесноватая. А другая вышла, в обморок упала. Такое было, одна крестная принимала, шестилетняя, и упала. Упала во время крещения. И что будет? Будет самой главной ведьмы, Елена Блаватская. Вот так. Костя, как Костенька назвали его, Костенька, царский сын. А он оправился прямо в купели. Написано, и спустил гной. Как Андрей Кураев говорит, ему прозвище было. Капроним. Гнойный. Он говорит, говнюк. Просто по-русски сказать. И дальше будет гонитель церкви. Будет преследовать. Осквернит церковь Христову. Какие пакости будет делать. А это все в крещении было уже показано. Поэтому приготовьтесь и спросите у Бога полного смирения. Что как было. Вы выйдете из воды, как будто родившись заново. Ну, а я, если был моченым, не было крещения. Перекрещивания никакого нет. Перекрещивания там, где человек был крещен, а потом пришел. Его не было. Это обман. Было это не крещение. А вот дедаха. А вот дедаха. Что за дедаха? Откуда вы ее взяли? Она относится не ранее как ко второму веку. Она относится к апокрифам. Ну, а кто-то ссылался. Ну, и покажите, кто на нее ссылался. Златоуст ссылался. Каноны церковные. Ну, ладно, я ее признал. Дедаха что говорит? Она определенное говорит. Креститься в проточной воде. Вода текла. Если этого нет, на равных идет. Стоящее это озеро, море стоит, непроточная вода. Почему они решили, что проточная должна быть? Может быть, ориентировались на крещение Христа в Иордане. Не написано. Ну, значит, два момента вы уже отбросили. Третье. Если этого нету, в потребном сосуде. То есть, в бакистерии. Вы эти моменты. Почему не берете дедаха? Вот и дедаха. Дедаха против вас. Она вам уже трезубец тыкает под ребра. Я сначала ее опровергаю, дедаху, а потом показываю. По дедахе-то вы ничего не делаете. Ну, и четвертое. Если ни того, ни другого нет, возлей трижды воду. То есть, обливание. Где вы возлили? Что, из ладошки возлил? Патриарх крестит, показывает сейчас. Ребенок опрокинут и его держат. Ребенок видно, что не два года больше ему. И рядом митрополиты стоят. Патриарха немедленно нужно было брать здесь и запрещать. Написано, да будет извержен. Вот это было бы потрясение. Они стоят и улыбаются. Это в интернете стоит. Это не выдумка какая-то. Он не знал этого. Он не знал, что говорил патриарх Алексей Второй. Прекратите это безобразие. Я это все выставил. Это написано было хроника московской патриархии. Журнал не особо популярный, но в основном для архиереев. Я когда архиереев показал, он уставился. Это ваш материал. Как-то я пропустил его. Да вы не просто пропустили. Они сразу приняли решение крести только в полное погружение. Мне из Томской патриархии говорили. У нас тут такой митрополит хороший, Ростислав. Он сказал, будто бы я с чужих слов говорю. Что если кто будет крестить не в полное погружение, мы расстанемся с ним. А откуда ты взял, что расстанемся? Он должен быть извержен. Лишен сана и до свидания, иди на стройки народного хозяйства. И что? Да ничего. Еще злее стали делать. Его в другое место вроде перевели. Так или не так, я не знаю. И те, которые ратовали за это, сейчас главными врагами моими стали. Но я им не отвечаю ни на одно слово. И вы знаете, о ком речь идет. Ну а как по-другому? Никак. Смирись и принимай достойное. Господь сказал, я выполняю. Они этого не делают. Ну что они делают? Я на корабле. Корабль захватили пираты. Мы будем работать. А там, где нет священства, не церковь. Там сектанты идут. Я хоть сколько работаю, я буду мимо. Вне церкви нет спасения. Есть такая книга Илариона Троицкого. Главного помощника патриарха Тихона. Он из ГУЛАГа так и не вышел. Скончался в ладарете. Он прямо говорит об этом. Без церкви нет спасения. Это целая книга написана. А Библия об этом говорит, да. Биянь апостола 2.47. Ежедневно прилагал Господь, говорит, спасаемый к церкви. Он спасаемый, а зачем? Ну к церкви-то. Двое, трое, как сектанты. Где двое или трое, там Христос. Такое не написано. Собрались. Не собрались, а во-первых, собраны. Собраны, то есть, Духом Святым, иной силой-то. И не просто собрались, а во имя Христа, по слову Его. Вот все-то, начни разбирать до тонкости, до одного слова-то. У тебя начнет, говорит, туман-то развеиваться. Ты можешь всю жизнь держать Библию в руках и не читать. Вот у нас оттолкование вот это выпущено. Это наше издание. Открой где там крупно. Один говорит, архиерея мне. Ну, конечно, это хорошо изданно. Это первое издание, еще не светные фотографии было. Вот, вот. Ну, нет, это крупно, где выделено. Отдельно, жирным. Можно найти. Покажи. Есть оно у меня. Священникам показываю. Вот, поверни. Так оно никогда не было издано. Определенные места, притом это... Я не толкую ничего, просто показываю, выделяю, и потом неоднократно дублирую эти слова. Ну, небольшие слова там вставляю где-то. По сегодняшний день не встретил ни одного священника, который признал, а этого нету. Откуда вы взяли? И не было ни одного, который, если только он держит самую связь, написал, а как же так? Я считал, почему не видел. Вот для этого я и выделил, чтобы ты видел. Так я сделал не одно в этом выступлении здесь. 297. Это еще вот означает, где говорится о правильном крещении и о проповеди Слова Божьей о любви к Библии. Вот только эти моменты расширил. Что говорил патриарх Алексей Второй об этом. Где крестят, как попало, там где-то, надо подготавливать. Ищите такие храмы. Откуда они взяли искать храмы? А я желаю здесь, чтобы было. Зачем я буду искать где-то? Вот у нас есть знакомый, Сергей парализованный в Воронеже. Во всем Воронеже не нашел, кто согласен крестить. Никто. Он парализованный. Он узнал это все. Я желаю крещеным быть, как должно быть. А для больных какая-то льгота дается обливание. Мне не надо этой льготы. Эта льгота все была надуманная. Потом уже стали добавлять к этому. Вот сейчас пишут. Только что получил, опять же, письмо. Вернулся он из заключения. В заключение, ну, как и везде. А то такое слово заключение. Но он и на свободе поп-то-то ладошкой мокрой хлопал-то его. Говорят, капля воды по голове, а мозги по стенке. Он вернулся сейчас, уверовал. Задает вопрос. Я же не знаю, кто задает вопрос. Может быть, он сосед в нашей епархии-то. Ну, вот он вернулся. Я ему сказал, что обливание допускается в трех случаях клиник. Клиник, то есть, ну, раздавил клиническую болезнь, в реанимации лежит. Ну, действительно, он никак. Это допустила церковь. Но обливание, опять же-то, не моча, не лба. Вы этого-то ничего не делаете. Второе, в заключении. Ясно, что там ни сосудов, ничего нету. Это и понятно было. И там вот Карпагенский, Киприян, кто говорил, кто признавал, кто не признавал. Какие плоды. Главное, смотрели после обливания, какие плоды у человека. Сходятся ли с тем, который в полное погружение. А сегодня сравнивать нечего. Ни те, ни другие ничего не знают. Они вышли, закурили и пошли. Надо же реально смотреть на это. И третье, русские добавили. В плену у татар в степи. Во-первых, из плена не вырвешься. Там он обратился. И воды нигде нету. Ну а как быть? Ну принято, значит, мы это приняли. Но это все пришло позже. Священное Писание, Святая Библия на это ни намека не дает даже нигде. И вот он вернулся в заключение. Ему поп ладошкой хлопнул мокрый. Он уверовал, прочитал наш материал. Все. Хочу правильно быть крещенным. Хочу в полное погружение. Я приеду к вам, не разрешаю. Я не знаю, во-первых, кто он. Может быть, он в соседней епархии где-то. Может быть, священник. Они идут на это дело. Под разными видами, чтобы меня ухватить за что-то. Я говорю, у вас есть священник, архиерея, сходите к нему. Мы ходили, они никак. Он опять. Ну я нашел сейчас старообрядческий священник. Сказал, все. Человек пошел. Мне нельзя ответить. Я не вижу, кто. Я сказал, со ссылку на материал. У меня написано об этом. Серковь признала это крещение, но я признаю. Вот три момента. Три, не 333. А вы везде это делаете. И когда насильного так вот требуют, иногда звонят. А как с вами встретиться? А кто он такой? А зачем встретиться? Ну вот, я слышал у вас занятия идут. Я целая в епархии. Хорошее занятие. Там грамотные священники. У меня образования вообще никакого нет. Я хочу к вам наставить. Раз, два, три. А сам в Барнауле живет. Я вижу, что не то. Я говорю, пойдите. Вот храм сейчас новый, открытый. Там купель построена. Молчит через неделю. Звонил. Ну я вот это моченый был. Говорит ли нет священнику? Это уже многие спрашивают. Вот я был моченый. Там мокрой ладошкой батюшка. Там меня стукнут. И теперь я понял. Пришел к следующему священнику. А это ты никого не помнит. Это у него идут они там потоком. Так мне ему говорить или нет? Что я моченый-то был-то. Все сходятся. Все. Не надо говорить. Зачем говорить, когда крещения не было? Я считаю, надо. Это мое личное мнение. Я ни на чем его не обосновываю. Только на своем чувствовании. Почему? Рано или поздно выскочит ненужное слово. И священника этого прищучит. Он скажет, а я не знал. Да не обманом у меня взяли крещение. А обманом взятое благословение. А оно действительно. Ну я, как взял благословение, обманул отца, потому что он слепой был. Но и это нежелательно, чтобы за нами была кличка, что мы обманщики. И поэтому наши люди говорят везде, что да, я был так. Вот нынче столько людей было, и всем я практически почти отказал. Почему? Ищите там. Идите и ищите. Это полезно. Тебя побуждает Господь. А я приеду. Ну можно приехать. Деньги заплатите. Вот с Германии приехал. Он сзади стоит, с Франции приехал. Это можно. Остановки нету. Но там-то тоже есть священники. Ну почему не поискать-то? Я искал, нигде нету. Ну а где ты думаешь? Поеду на Афон. И вдруг пишет. На Афоне братья монастыря все вышли, в море меня крестили и прислали снимки. И часть речи Сергея Козлов, кто-то о крещении выслал в материалы, говорит. Какая радость. А монахам какая радость, что на свободе начинается какое-то движение. Уж я не говорю пробуждение. Но я говорю о простых вещах. Это можно понять? Нет. Крещение означает погружение. И больше не толкуй. И вот начинает оно означает омовение. Тебе не надо даже знать эти слова. Ты смотри на практику. Куда пришел Христос? Где много воды. А вот три тысячи уверовали. Где бы они крестили? Ну нигде не написано, что крестили в одном месте. И не написано, что это в один день. Еще вы думаете. А что крестились, то везде одинаково. Дальше уже на вороты разные идут. Крестились только в полное погружение. Ни одного случая иного не было. А песком? Песочная. И слюнявая. А можно слюняной? Я говорю, почему дальше не спускаешься-то? Еще вода исходит где-то. Прими это все. Так а вот где-то монаха крестили. А где она? Я тебе говорю. 176 страница. Духовный лук. 1916 год. Этот случай описан. Евреи, когда шли дорогой в пустыню, в пустыню где-то. Братья. И он обратился. И заболел смертельно. Они решили песком во имя Отца, Сына, Святого Дого. Вот попы обрезали. А что же обрезаете на половине-то? Дальше зачитайте. Дальше не глава, не другая. Просто текст идет. И когда пришли к епископу Дионисию, сказал, он говорит, не выдумывайте. Вот Иордан, идите и крестите. Так он перекрещивал его, песочника этого. Да ничего не было. А почему вы умалчиваете? Да как раз так написано? Почему вам дальше не говорят? Вы любите ложь. Вам понятно? То есть они обманут. А то уж слюно и прочее. Это безобразие просто. Реки не пересохли. Ты можешь смело, приняв крещение, сказать перед Господом, Господь, я услышал и внял словам Твоим. Я это делаю только для того, что Бог сказал. Иные начинают так, нагрешил, а теперь, а то ли я крещен, не крещен, и потом покрещусь, и с меня все смоется. Так оно и будет. Но это не мотив. Главный мотив – исполнить волю Божию. Такова воля Божия. Он сказал, и я не рассуждаю, слушает раб Твой. Просто. Ты настрой себя на это. Услышал и замри. Ты беседуешь с сектантом, а он открывает Библию и начинает перебивать. Ты не имеешь права, сектант ничего не говорит. Говорит Дух Святой. Замолк. А когда он будет толковать не так, когда закроет Библию, ну тогда, если сможешь, то сделай какое-то возражение. Немного. Не пытайся его убедить. Ты ему доведи истину, а дальше Бог посмотрит. Никогда не спорь. Есть такие маленькие штрихи, которые надо загрубить себе и крепко их держать. Так, маму-то позовите-ка сюда. Идите сюда. Мы это делаем в строю, а мне тут даже удобнее сегодня. Вы нас извините, мы просто не спали. Так, отпусти, отпусти. Не надо его. А, это Ваша? Ваша. А, ну и не знал я, пожалуйста. Я не знал. Подойдите, так что видно было. А остальные это где? К Игнатьючу, подойдите. Андрей-то где? Вот он, все. Значит, это Ваши дети. Я уже сказал слух, поэтому Вам скажу. Андрей почти больше не приедет. Ему это не надо. Он совершенно неверующий. Я буду вставки маленькие делать. Одна сестра, ей видение было у нас. Она разговаривала с рыбками. И говорит, рыбки, рыбки. А Вы в Бога верите? А они, говорит, верующие мои. А рыбки маленькие. А птицы, говорит, ласточки все верующие. Воробьи, говорит, наполовину. А собаки почти все неверующие. Так вот, у него что-то из этой области надо выбрать. Он не понимает, забывает. И не слышит, и отворачивается. Вот мы беседуем. Кошка идет, он за кошкой пошел куда-то где-то. Но для таких я оставляю маленький шанс. Если от двух священников будет ходатайство принять, от двух. Если будет ходить в храм. Этому неопределенно. Нужно за языком следить. И худым мальчикам не тянуть все. Это определенно наш человек. У нее ни одного замечания нет. Это мой друг. Она приехала, что-то начала. О, очки там больные. Вы забудьте про это. Она не больная. Мы сразу ее на кухню. Березовый сок с медом. Ну, а каждое утро я им специально тертую морковку делаю. И проще. Огурцы. Она не больная. Она абсолютно здоровая. Даже малейшего признака болезни нет. И больше просто не произносите эти слова. Не накликайте беду. Она хорошая девочка. И удивительно, что в одной и той же семье. Мало того, стала жаловаться на них, что ее обижают. Да она где-то лезет. Ну, я им выговорил. Это сестра. Вы обязаны защитить ее. Вот вам, мама, что. Обратите на это внимание. Потому что дома вы не можете то увидеть. Здесь день и ночь они у меня. Хорошая ваша Вика. Ничего она еще не знает. Ну, я в воскресной школе тоже хвалят в Барнауле. По погодке? Двойняшки. Двойняшки. Ну, может, в дальнейшем, если я буду жив, то могут быть и здесь. Вот вам отчет о ваших детях. Дальше. Вы прислали сколько денег, когда посылали ребятишек? Три. А? Три еще должны. Что говорит? Три еще должны. Три даже. Вернуть все. Я три прислала, а еще вам должна. Вы говорили у вас затруднения. Я не знал ваше положение. Поэтому сколько отдали, вам вернуть. Я их содержал бесплатно. Возражать не надо. Это вопрос уже решенный. Если я говорю, уже назад ходу нет. Царь, говорит, сказал и накрыли лицо. Так. Узнать, сколько там было, высчитайте и там возьмете из лагерной кассы. Чтобы Господь вас сохранил. Дежурные кто? Я не узнал ваше семейное положение. Мы-то живем от чего? Только от того, что где-то есть. У меня в среднем обычно 53% детей бесплатно. Нынче намного больше бесплатно. Но находятся люди, которые помогают. Поэтому у меня там пенсия вся уходит туда. Нам было радостно. Нарушений таких, которые принесли вред кому-то, практически нет. Но остальное, я вам сказал, вы биографию поняли, что это ваши дети. Я не выдумываю, зачем мне. Так. Ксения, куда пошла? Дежурить. Дежурная? Давай, одевайся. Вопросы от вас какие? Нет вопросов. Мы хотели бы приехать сюда. Ну, мое пожелание, чтобы вы остались на крещение попали. А дальше будет видно. Господь усмотрит. Будут уезжать наши что-то повод. Мы об этом говорили. Вот такие вот карманы, вот эти вот, вот посмотрите, это не карманы. Все перечить, это обман. Еще не положишь, все теряется. Ну, какой карман? Когда карман и сбоку дырка. Карманы-то сверху вход в него, а не сбоку. Вы же ведро не разрезаете по шву и туда воду наливаете. А сверху наливаете. И при том все это. Мы говорили об этом. Вот. Вот форма, пожалуйста, смотрите, какая. Возьми как-то показать. Военная или какая она там. Это не знаю что. Вот. Видишь как? Все карманы с клапанами. Пуговки, застегивается. Вот так и должно делать. Держи. Вы Смайлова начните. Начните с молитвы. У нас лагерь необычен по всем параметрам. В первую очередь, ни одного лагеря я не встретил ни за рубежом, нигде, где подъем был в 5 утра. Первое. Сейчас, что, день уменьшается. В пол шестого, дальше в шесть, мы идем за солнцем. Дети должны увидеть восход солнца, пробежаться по России. Должна быть молитва. И мы четыре раза в день делаем полный разбор. Мы стараемся создать полную, 100% защищенность ребенка. Когда будете уезжать, в этот день будут бить они все в колокол. И будут выстроены перед всем лагерем. И должны будут сказать, кто их обидел. Остаются ли должники с той и другой стороны. Мы должны расстаться друзьями. Нас Господь здесь сроднил. Вы попали в хорошее место. Все. Я вас больше не задержу. Так, сколько время? 44 минуты восьмого. 44? Да-то 44, почти 50. Мы сразу здесь делаем сейчас развод. Владимир Александрович, что? Владимир Александрович, баню когда? После обеда делать или когда? Что? Баню. Ну, сегодня же церкви нет, поэтому после обеда. Понимаете, у нас как-то она накатывается здесь. Посмотреть надо маленько. Потом еще раз посмотрим, кто приедет или и приедет в промежутке. Собирается на машинах приехать. Значит, сегодня у нас будет подготовка к окрещению. Вопросы будут задавать. И когда будете окрещение принимать, я ту мысль продолжу. Просто сгибайте колени. Сегодня хотя бы сходите еще, проверьте себя. У нас года два назад одна принимала окрещение. Я ее узнал раньше. Она упрямая-упрямая такая. Везде все, все что-то надо сказать ей. Я знал еще девчонкой. Ну, сейчас она уже в годах. И стала когда-то перечистить, она замерла. В воде стоит все. Батюшка не может ее сломить никак. Она уперлась, в ней как будто железно жало. Ну, батюшка сильный, он ее все-таки придет. Она когда пришла, это все заснято было. А у нас снимали, там вышли. В воде братья вот так стоят. В воде все было снято. И она смотрела, она в такой страх пришла. Это что со мной? Это жизнь твоя. И другая стоит. Руки сложила. И понимаете, светящееся лицо, как Павел Олепский говорит, и лица просияли у всех. И она опускается и выходит. Другой начинает волосы там, не шевели рукой. И на ней как будто под водой она продолжала ощущать эту радость. Понимаете? Один и то же священник, одно и то же таинство, а ведут себя по-разному. Ну, подготовьтесь, хотя бы сохраните себе порядочные снимки. Прямо от ужаса. Лицо такое, это фобия воды. Это только у тех, которых бешеная собака укусила. То есть, сатана клюнул в затылок. Они воды боятся, это у них такой признак бешенства уже начинается. Как можно бояться воды? Мы из воды вышли. И все создано в воде. Сектанты крестят, как? Вот человек стоит, и они вот пресмитер там называются, и крестят, и вот так опрокидываются. Бывает, с двух сторон стоят. Они знают, что делают. Но дальше не рассуждают. Я им говорю, а почему вы нарушаете Слово Божие? Как? Ну, Павел говорит, смерть крестились. Ну, да. А вы в положение в гроб. Как положение? Ну, Христа в гроб так ложили. Ну, он лежит лицом кверку. И вы также лицом кверку в воду. А Христос как умер? Ну, он на Христе. Как он? Он же не лежал. Лицо. На кровати умер. В больнице. Бежит на автоматчике, он застрелил, он вперед упал. А Христос прибитый. У него вид смерти необычный. Он прибитый, он...